Он только что вышел из отпуска. Еще днем он отработал полную тренировочную программу, а ближе к вечеру снова с ничем. Семен Антонов на паркете «Седьмой» с «Дюшор» показал юным баскетболистам несколько секретов мастерства. Сначала разминка, причем специальные упражнения, точно такие же, как и перед матчами профессионалов. Не все давалось начинающим спортсменам легко, но, как говорится, тяжело в учении, а вот легко в бою. Хотя и в своеобразном бою этим будущим игрокам БК «Нижний Новгород» пришлось приложить все усилия, чтобы не получить замечания от самого Семена Антонова. Очень классно, что нас тренирует. Семен Антонов. Это нам дает больше опыта. Он какие-то нереальные вам задания дает? Да нет, можно это задание сделать. Все возможно. Что-то новое для себя увидел? Ну, да. Например, мы тремя мячами ни разу не делали, а сейчас начали. Я вспоминаю, как мы тренировались с ребятами в душном зале, в полиге, за окном минус 40. Но я могу сказать, что ребята уже намного техничнее. Если вспоминать, я себя вспоминаю, в таком возрасте был такой коряга, только высокий, и ничего не мог. Я думаю, у всех ребят хорошие шансы, хорошее будущее. После разминки и напряженной тренировки самое интересное – игра. Но у самого Семена Антонова сейчас в голове другие матчи. Еще только предстоящие. Форвард Горожан включен в список баскетболистов, приглашенных на первый учебно-тренировочный сбор национальной команды России, который пройдет с 31 мая по 1 июля. После сбора россияне отправятся на олимпийский квалификационный турнир, который пройдет в Венесуэле со 2 по 8 июля. За три путевки на Олимпиаду будут бороться команды из 12 стран. Соперниками сборной России на групповом этапе в Венесуэле будут сборные Доминиканской республики и Южной Кореи. Субтитры создавал DimaTorzok